Аркам ТВ представляет С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение нашему господину Мухаммаду, его семейству и всем сподвижникам! На прошлом уроке мы говорили про заступничество Пророка, салаллаху алейхи ва салям, в День Суда. Сегодня мы продолжим эту тему и узнаем о том, какие деяния помогут нам получить заступничество Посланника Аллаха, алейхи салату ассалям. Есть ли в Сунне предания и хадисы, с которыми увеличатся наши шансы на это заступничество? Мы скажем, что да, и их очень много. Первое и самое важное дело, способствующее получению заступничества от Пророка, салаллаху алейхи ва салям, он, алейхи салату ассалям, сказал, «Когда вы услышите голос муэззина, повторите за ним слова азана и попросите для меня мира и благословения, и затем попросите Аллаха даровать мне аль-василя». Ведь для того, кто попросит Аллаха даровать мне аль-василю, мое заступничество станет дозволенным в День Воскрешения. Этот хадис приводится в сборнике Муслима, и его версии также упоминаются в сборнике Аль-Бухари и в других. Это, пожалуй, одна из самых явных связей между свершением какого-то деяния и получением заступничества. Это мольба за пророка салаллаху алейхи ва саляма после азана. Вот как она звучит. «О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершаемой молитвы, приведи Мухаммада к аль-василе и высокому положению, и направь его к месту достохвальному, которое ты обещал ему». Эту мольбу желательно произносить после азана. Что такое аль-василе? Подробнее мы поговорим об этом, когда дойдем до описания рая и его степеней. Скажу лишь, что есть хадис в Муснаде имама Ахмада, в котором пророк салаллаху алейхи ва салям сказал, «Аль-василе – это уровень в раю, и нет более высокого уровня. Поэтому просите Аллаха даровать мне этот уровень». Итак, что такое аль-василе? Это наивысшая степень в раю. Пророк салаллаху алейхи ва саляма говорит, что каждый раз, как мы будем просить для него аль-василю, его заступничество будет становиться для нас дозволенным. То есть, сам Всевышний Аллах дарует нам заступничество пророка салаллаху алейхи ва салям, поскольку все виды заступничества возвращаются к Аллаху и зависят от Него. Это явно видно из хадиса, поскольку в нем не говорится «Я дарую вам свое заступничество», а говорится, что Всевышний Аллах сделает его дозволенным для нас. Помните аят, в котором Аллах говорит «Скажи, Аллаху принадлежит все заступничество целиком». Итак, первый и самый явный способ удостоиться заступничества пророка салаллаху алейхи ва салям – это обращаться к Аллаху с мольбой даровать аль-василю нашему пророку салаллаху алейхи ва салям. Второй способ также содержится в этом хадисе. Некоторые ученые извлекли его из этого же хадиса. Они говорят, что произношение салавата на пророка салаллаху алейхи ва салям также может привести к тому, что нам будет даровано его заступничество, поскольку в хадисе говорится, что когда мы слышим азан, мы произносим то же, что произносит Муадзин, а затем произносим салават на пророка, и после этого просим для него аль-василю. «И кто будет делать так, тот удостоится заступничества пророка салаллаху алейхи ва салям». Получается, в хадисе упомянуты два действия. По этой причине некоторые ученые сделали вывод, что постоянное произношение салавата — это также одна из возможных причин получения заступничества Пророка ﷺ. Третий способ, как получить шанс на заступничество Пророка ﷺ. Однажды Абу Гурейра, да будет доволен им Аллах, спросил Пророка ﷺ, «О Посланник Аллаха, кто будет счастливейшим из людей благодаря твоему заступничеству в Судный день? У кого больше всего шансов на заступничество Пророка ﷺ?» Это прямой вопрос от Абу Гурейра, да будет доволен им Аллах. «О Посланник Аллаха, кто из людей обретет счастье в Судный день благодаря твоему заступничеству?» И Посланник Аллаха ﷺ ответил, «О Абу Гурейра, я так и думал, что никто не спросит об этом раньше тебя, потому что я видел, как сильно ты стремишься слушать мои слова. В Судный день самым счастливым из людей благодаря моему заступничеству станет тот, кто будет говорить, «Нет другого истинного Бога, кроме Аллаха, будучи искренним в сердце своем или в душе своей». Итак, чтобы удостоиться заступничества, нужно укреплять и совершенствовать наше единобожие. Быть убежденным, что нет Бога достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, искренне, от всего сердца. Знать, что это означает, притворять эти слова в жизнь и действовать согласно им. Это был третий способ получить заступничество Пророка. Произносить слова единобожие «Ля Иляха Илля Аллах», быть убежденным в них, уверовать в них своим сердцем и поступать согласно им, особенно находясь при смерти. И хотя это не связано с заступничеством, но, тем не менее, мы знаем из других хадисов, что тот, чьими последними словами станут слова «Ля Иляха Илля Аллах», войдет в рай по милости Аллаха. Поэтому очень важно постоянно произносить слова «Ля Иляха Илля Аллах», будучи убежденными в них и исполняя их право, особенно в момент прихода смерти. И мы просим Аллаха дать нам силы произносить эти слова в такой момент. О Аллах, мы просим Тебя сделать нашим последним вздохом слова «Ля Иляха Илля Аллах». Так вот, у того, кто будет постоянно произносить эти слова и жить по ним, больше шансов получить заступничество Пророка, салаллаху алейхи вассалям. Более того, согласно этому хадису, мы должны были поставить это деяние на первое место, а не на третье, хотя все они обладают достоинством и огромной ценностью, поскольку в хадисе говорится о тех, кто обладает самым большим шансом, кто окажется самым счастливым из людей. И это те, которые будут говорить «Ля Иляха Илля Аллах» искренне от всего сердца. Итак, это был третий способ. Четвертый способ, четвертый шанс получить заступничество Пророка, салаллаху алейхи вассалям, это произносить побольше салаватов и совершать множество земных поклонов. По аналогии с этим мы можем сказать, что этот пункт относится ко всем благодеяниям или к множеству благодеяний. Как мы это поняли? Есть один прекрасный хадис в Муснаде имама Ахмада, где говорится про человека, который прислуживал Пророку, салаллаху алейхи вассалям. Он ухаживал за ним, подавал воду для омовения и так далее. И однажды Пророк, салаллаху алейхи вассаляма, сказал ему, «Проси меня, что пожелаешь. Может, верховое животное, деньги, еще что-нибудь мерзкое». Кстати, я проводил лекции по Сирии, где мы говорили о слугах и рабах Пророка, салаллаху алейхи вассалям. И мы сказали, что он в конечном итоге освободил всех рабов, которые были ему подарены. Согласно некоторым источникам, например, у Ибн Саада, упоминаются более 30 рабов, которые были ему подарены. Их тарили разные делегации, которые прибывали к нему, а также некоторые из подвижники. Мы знаем, что рабство было распространено в то время. И Пророк, салаллаху алейхи вассаляма, освободил каждого из них. Поэтому у него не было раба-мужчины, который бы ему прислуживал. Но когда он освобождал этих рабов, многие из них добровольно приходили и ухаживали за посланником, салаллаху алейхи вассалям. Они оставались рядом с ним и продолжали прислуживать ему. Это было известным фактом из жизни Пророка, салаллаху алейхи вассалям, что у него было много освобожденных им рабов, аль-Мавали, которые добровольно прислуживали ему. Также у него было много свободных людей, которые добровольно ему прислуживали. Как Анас ибн Малик, которого его мать привела к посланнику, салаллаху алейхи вассалям, и попросила взять его к себе в качестве слуги. Так вот, один из таких людей однажды помогал Пророку, салаллаху алейхи вассалям, и тот сказал ему, проси, что хочешь взамен, возможно, имея в виду какие-то деньги или другие мирские выгоды. И тот человек ответил, я желаю твоего заступничества в судный день. Пророк, салаллаху алейхи вассаляма, сказал, кто сообщил тебе это? То есть он не ожидал такого ответа. И тот человек сказал, Аллах внушил мне это. Это не было просто дежурной фразой. Он действительно имел это в виду. Такие у него были возвышенные цели. И тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаляма, произнес свои знаменитые слова. Если ты действительно этого хочешь, тогда помоги мне в отношении самого себя с совершением большого количества земных поклонов. Заметьте, посланник Аллаха ничего ему не гарантировал. Не сказал, ты получишь то, что желаешь. Нет, только Аллах решает, кто получит заступничество и станет спутником Пророка в раю. Даже у Пророка, салаллаху алейхи вассаляма, не было власти ввести кого-то в рай. Поэтому он сказал тому сподвижнику, «Помоги мне в своей просьбе. Если это именно то, что ты хочешь, я постараюсь, но мне нужна твоя помощь. И помочь ты мне сможешь множеством земных поклонов, то есть множеством молитв. Чаще молись, и я постараюсь заступиться за тебя в судный день». Из этого мы можем сделать вывод, что каждое благодеяние может стать причиной заступничества, поскольку молитва – это лучшее благодеяние. В хадисе было указано именно на земные поклоны. Из этого мы можем сделать вывод, что если человек придет в судный день с множеством благодеяний и в первую очередь с молитвами, то у него больше шансов получить заступничество Пророка, салаллаху алейхи вассалям. Это были четыре достоверных хадиса, которые я нашел. Есть и другие предания, из над которых не является достоверным. Я упомяну лишь одно из них, которое является предметом спора у определенных групп. Но, как я сказал, есть несколько преданий, как минимум четыре-пять, и все они слабые или очень слабые. И некоторые даже относятся к явно выдуманным. Среди них предания о посещении могилы Пророка, салаллаху алейхи вассалям, и что это якобы дарует заступничество. И, пожалуй, самое известное из этих преданий, хотя оно явно слабое, это то, что передали Аддал-Ракутни и Аль-Байхаки в своей книге «Шу'абу-ль-Ийман». «Для того, кто посетит мою могилу, обязательным станет мое заступничество». В цепочке этого хадиса есть неизвестный человек, которого никто из ученых хадисоведов не знает. И это пример явно слабого хадиса. Повторюсь, это слабый хадис, и нет ни одного достоверного предания на этот счет. Тем не менее, посещение могилы Пророка, салаллаху алейхи вассалям, и его приветствие установлено в других текстах. Вопрос лишь в том, может ли простое посещение его могилы принести заступничество. Мы лишь посоветуем просто посетить могилу посланника Аллаха, салаллаху алейхи салаллаху алейхи вассалям, поприветствовать его и надеяться на награду от Аллаха. Сам этот хадис является недостоверным. Однако нет ничего плохого в том, чтобы надеяться на заступничество Пророка, салаллаху алейхи вассалям, посредством наших благодеяний. Итак, есть четыре достоверных способа, с которыми мы можем надеяться на заступничество Пророка, салаллаху алейхи салаллаху алейхи вассалям. Далее мы переходим к следующей теме, а именно, кто еще получит право на заступничество. На прошлом уроке мы привели множество категорий и видов заступничества Пророка, салаллаху алейхи вассалям. И сегодня мы полностью завершим тему заступничества, упомянув о том, кто еще получит право на заступничество в судный день. Итак, в первую очередь, это другие Пророки. Они тоже будут заступаться в судный день. Это совершенно понятно и логично. Есть множество хадисов на этот счет. Право на заступничество будет дано всем Пророкам и Посланникам. И каждый из них будет заступаться за свою общину. Это вполне логично и понятно. На это есть множество доводов в религиозных текстах. Один из таких доводов – это хадис из сборника Аль-Бухарии, который мы приводили на прошлом уроке, о том, что уже в самом конце судного дня, когда за всех уже будет принято заступничество, Всевышний Аллах скажет «Заступились ангелы, заступились пророки, заступились верующие, и не осталось из заступников никого, кроме самого милостивого среди всех милующих». И мы видим, что одной из категорий тех, кто будет заступаться, являются пророки. Не один пророк, а пророки. Также есть известный хадис в Муснаде имама Ахмада о том, что в судный день пророки будут стоять на мосту Ас-Сират. И они будут обращаться к Аллаху за своей общиной, чтобы он спас их, когда они будут проходить через него. То есть пророки будут заступаться за свои общины, когда те будут переходить мост Ас-Сират. Таким образом, каждый пророк будет озабочен своей общиной, и каждый из них будет просить Аллаха спасти своих последователей. И это совершенно понятно. У всех пророков будет право заступаться за свои общины. Однако заступничество нашего пророка, салаллаху алейхи ва салям, в своем количестве и качестве превосходит заступничество всех остальных пророков. И мы восхваляем Аллаха за то, что он сделал нас общиной пророка Мухаммада, алейхи салату ас-Салям. Итак, первая категория – это все пророки Аллаха. У них у всех будет право на заступничество, согласно тексту хадиса. Вторая категория творений, у которых также будет право на заступничество – это ангелы. У ангелов тоже будет право на заступничество. Опять же, об этом ясно говорится в текстах. Есть прямые аяты Корана, указывающие на то, что ангелы заступаются за верующих. Где наши хафизы, которые прочитали бы нам эти аяты? И не обязательно хафизы. Побыстрее, у нас не так много времени. Ну же. Отлично, это один из примеров. Он ведает их прошлое и будущее. Они, то есть ангелы, заступаются только за тех, кем он доволен, а сами трепещут от страха перед ним. Это значит, что ангелы будут заступаться за верующих. Еще примеры. Ну давайте. Еще доводы из Корана. Среди нас вообще есть хафизы? Сейчас мы увидим, кто заучивает беспонимание. Хотя и в том, и в этом есть благо. Есть примеры? Да, очень скромные у нас хафизы оказались. Сколько же на небесах ангелов? Несчислимое количество. То есть мы никогда не узнаем, сколько их на самом деле. Сколько же на небесах ангелов, которые заступаются, но заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем доволен. Что это означает для нас? Ангелы заступаются за нас. И только Аллах решает, примет ли Он их заступничество за нас или нет. Суть в том, как мы уже это много раз говорили, что заступничество – это всего лишь один из механизмов, которые Всевышний Аллах использует, чтобы прощать людей. Ни у кого нет права принимать заступничество, кроме Аллаха, царя царей, господа миров, властелина Дня Воздаяния. Никто не может требовать или быть уверенным, что Аллах даст ему заступничество. Только Аллах по Своей милости, по Своей воле, по Своей щедрости дает заступничество, кому пожелает. Поэтому сколько бы эти ангелы не заступались, их заступничество не будет принято, если этого не пожелает Аллах. Они всего лишь имеют право заступаться. Аллах даровал им это право, но их заступничество не будет иметь никакого смысла. Оно никак не поможет, если Аллах не примет его. Тем не менее, это означает, что ангелы тоже будут заступаться. Так ведь? Вот что для нас главное. ангелы будут заступаться. Кстати, из какой суры этот аят? Из какой суры аят про заступничество ангелов? «Да ладно вам! Где все наши хафизы?» Из суры «Ан-Наджм». Мы процитируем еще один аят из суры «Гафир». Всевышний Аллах говорит «Те, которые несут трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалою своего Господа, веруют в Него и просят прощения для верующих. Господь наш, Ты объял всякую вещь милостью и знанием. Прости же тех, которые раскаялись и последовали Твоим путем, и защити же их от мучений в аду. Господь наш, введи их в сады Эдема, которые Ты обещал им, а также праведников из числа их отцов, супруг и потомков. Воистину Ты могущественный и мудрый. Защити их от грехов, ведь только тот, кого Ты защитишь в тот день от грехов, будет помилован Тобой. Это и есть великое преуспеяние. В этих аятах прямо говорится и подтверждается, что ангелы, причем не простые ангелы, а несущие трон Всевышнего Аллаха, и также ангелы вокруг, все они просят Аллаха простить верующих. Они молят Аллаха защитить верующих. Это и есть заступничество. Они просят Аллаха ввести в рай верующих, а также их детей и родителей. Еще они просят Аллаха защитить верующих в Судный день. Все это – самое, что ни на есть заступничество. Итак, мы доказали, что ангелы будут заступаться за верующих. Также это подтверждается во многих хадисах, один из которых мы уже упомянули. Это хадис уль-Кудси, где прямо сказано, что ангелы и пророки будут заступаться в Судный день. Также доказательством является то, что ангелы записывают благие дела, затем возносят их на небеса и сообщают Аллаху об этих благодеяниях. А для чего сообщать Аллаху о благодеяниях верующих? Для чего находиться среди праведных рабов Аллаха? Чтобы заступаться за них? Достоверно передано, что как-то раз один сподвижник читал Суру «Аль-Кахф», а рядом с ним находилась привязанная двумя веревками лошадь. И вдруг он увидел какое-то облако из света, которое стало приближаться к нему. Что же касается лошади, то она испугалась. Наутро этот сподвижник пришел к пророку и рассказал ему об этом. На что пророк сказал, «Это была сакина, спокойствие, которое снизошло на тебя свыше, благодаря чтению Корана». То есть ангелы не спослали спокойствие, чтобы послушать его чтение. Таким образом, ангелы любят благочестивых, праведных людей. Они любят богобоязненность и проявление этой богобоязненности. Поэтому, когда мы читаем Коран, рядом с нами бывают ангелы. Они окружают общество, в которых поминают Аллаха. Ангелы окружают кружки знаний. Да сделает Аллах наше собрание из тех, в которых присутствуют ангелы. Ангелы свираются в толпы, поднимаются на самые небеса и сообщают о людях, которые собрались для поминания Аллаха, поскольку ангелы любят находиться среди благочестивых и праведных верующих. В сборнике Абудавуда приводится хадис о человеке, который обратился к Аллаху с прекрасной мольбой. «Господь наш, хвала же Тебе. Хвала многое, благая и благословенная. Пусть эта хвала наполнит Собой небеса, землю, то, что находится между ними и все, что еще Тебе будет угодно». И до конца хадиса. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, услышав эту мольбу, спросил «Кто произнес эти слова?» Все замолчали, опасаясь, что было сказано что-то неправильное. Затем он повторил «Кто произнес эти слова?» Клянусь Аллахом, он произнес прекрасные слова. И тогда тот сподвижник встал и говорит «О посланник Аллаха, я сказал их». И Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал «Я видел более тридцати ангелов, устремившихся к Аллаху, чтобы первым сообщить Аллаху о том, что Ты сказал». Для чего ангелы поспешили на небеса? Чтобы заступиться за этого человека, сказав «О Аллах, вот что сказал Твой раб». Вот в чем суть. Ангелы любят богобоязненных и праведных верующих. И возможно, что кого-то из таких людей ангел особенно полюбит за его благодеяние. Он увидит, что этот человек помог кому-то или тайно накормил бедняка, или совершил молитву тахаджуд. Мы знаем, что ангелы – умные и чуткие творения. Они способны размышлять так же, как и мы. Поэтому, возможно, этот ангел полюбит верующего за его благодеяние и затем обратится к Аллаху. «О Аллах, этот человек читал Коран, он совершал тахаджуд», что бы это ни было, и заступится за него в судный день. Итак, мы выяснили, что ангелы тоже будут заступаться за верующих в судный день. Это значит, что мы должны совершать еще больше добрых дел, поскольку ангелы постоянно рядом с нами, и они записывают наши благодеяния. Это была вторая категория. Первыми были пророки, затем идут ангелы. И третья категория – шахиды, мученики за веру. Шахиды входят в отдельную категорию, поскольку они упоминаются в хадисе. Пророк, салаллаху алейхи ва саляма, говорит, что у шахида, мученика за веру, есть шесть благословений от Аллаха. И среди них он упомянул такую милость. Шахид сможет заступиться за 70 своих родственников в судный день. 70 человек из своей семьи, из своего окружения. Итак, у каждого шахида будет гарантированная квота в 70 человек, за которых он сможет заступиться. Когда у нас был цикл лекций о загробной жизни, я упомянул людей, которые будут защищены от мучений в загробной жизни. Мы также говорили про категории шахидов. Возникает вопрос. Есть так называемые истинные шахиды, которые умерли на войне. Есть люди, тоже имеющие степень шахидов. Однако к ним не применяются такие же шариатские положения, как к шахидам, погибшим на войне. Например, это утонувшие или умершие в результате несчастных случаев, или из-за болезни живота, или женщины, умершие при родах. Все эти люди тоже являются шахидами, однако у них не такая же степень, как у мучеников, павших за веру. Так вот, когда говорится о шахидах, которые будут заступаться за 70 человек, то относится ли это к шахидам, павшим за веру, или же это относится к любым видам шахидов? Ибн Хаджар в своем труде «Фатхульбари» говорит, что это относится только к шахидам, павшим на пути Аллаха. Были ученые, приводившие и другое мнение, и говорившие, что нет, это относится ко всем категориям. Если вернуться к началу этого хадиса, то в нем ясно говорится, что одной из милостей для шахида будет то, что его грехи прощаются в тот момент, когда первая капля его крови падает на землю. Поэтому совершенно ясно, о какой категории идет речь, о тех, кто погиб на войне. Именно он сможет заступиться за 70 человек и своего окружения. Итак, это были шахиды, третья категория заступников. Четвертую категорию можно распространить на многих людей и сказать, что в целом в нее входят все праведные люди. Хотя в таком случае третья и четвертая категория пересекутся, поскольку шахид тоже относится к праведным людям. Но поскольку шахид обладает особыми милостями и достоинствами, мы выделили его в отдельную категорию. Итак, в четвертую категорию входит любой праведный, благочестивый, правдивый верующий. Любому, кто обладает богобоязненностью и верой, Всевышний Аллах дарует возможность заступаться. Кто-то сможет заступиться за одного, кто-то за двух, кто-то за десятерых, кто-то за 15-20 человек, а кто-то вообще за 700. Помните, мы сказали, что одной из милостей для верующего, который пройдет мост Ас-Сырат, будет то, что ему дадут право заступаться за определенное число людей. И данная квота будет признаком довольства Аллаха этим человеком. Нет, не будет так, что каждый будет заступаться направо и налево. Нет, это произойдет только с соизволения Аллаха, велик Он и возвышен. Это будет одной из милости Аллаха для определенных категорий людей. Дополнительный бонус. И, как мы уже сказали, заступничество является механизмом, посредством которого Всевышний Аллах оказывает почет одной группе верующих, давая им возможность заступаться. И также Аллах использует этих людей, чтобы простить другую группу людей, которых Он и так собирался простить. В конечном итоге все зависит только от Аллаха, и только Он принимает решение, кого прощать, а кого нет, чье заступничество принимать, а чье нет. Но, повторюсь, предоставляя кому-то возможность заступаться, например, шахиду за 70 человек, Всевышний Аллах оказывает величайший почет тому, кто заступается, и свое величайшее прощение и милость тем, чье заступничество будет принято. Разве это не величайший почет для шахида? Например, когда все будут знать, что Он будет заступаться за 70 человек. Вот в чем суть. И Он выберет 70 человек, которых Он знал в этой жизни, своих ближних и дальних родственников. И кого Он выберет в первую очередь? Тех, кто оказывал ему добро и кто был с ним вежливым и добрым. Опять же, ваш благой нрав, ваше доброе отношение к людям может очень пригодиться вам в тот момент. Возможно, мы не окажемся среди шахидов, хотя кто знает. Но, возможно, мы будем из тех, кто прощал людям долги, надеясь на то, что Аллах также простит его грехи. Он знал, что является грешником. Но, прощая долги людям, Он надеялся, что Всевышний Аллах простит некоторые его грехи. И по этой причине Ему было даровано заступничество. Суть в том, что люди будут выбирать в первую очередь тех, кто оказал им какое-то добро и милость. И так в эту категорию входят все праведные люди. Есть множество хадисов на этот счет. Большинство из них имеет легкую слабость, однако некоторые из них полностью достоверны. Один из таких достоверных хадисов я упомянул на прошлой неделе. Сейчас я еще раз его повторю, но более подробно мы о нем поговорим, когда будем говорить про мост Ас-Сират. Итак, вот что Пророк, салаллаху алейхи ва салям, говорит про тех, кто перейдут через мост Ас-Сират, про тех, которые спасутся и смогут облегченно вздохнуть. Они будут очень усердно просить Аллаха за своих братьев, которые не прошли через Ас-Сират. Они будут говорить, «О Аллах, это наши братья». «Они постились вместе с нами, молились вместе с нами, отдавали закат вместе с нами. Спаси их вместе с нами». То есть они будут заступаться перед Аллахом за своих братьев. Далее в хадисе говорится, что Всевышний Аллах позволит им вывести тех, в чьем сердце есть вера на вес динара. Очевидно, у них будет определенная квота. 10, 20, 50 человек. Это те, кого Аллах пожелает спасти. Возможно, будут и те, кто никого не сможет вывести из ада. Все будет зависеть только от воли Аллаха. Но у них все равно будет шанс заступиться и попробовать спасти своих братьев и сестер по вере. Но главное в этом хадисе то, что верующие будут заступаться за других верующих. Есть и другие хадисы, где говорится об этом. Многие из них, как я сказал, являются слабыми. Но я уже говорил на одной из лекций, что только потому, что хадис слабый, это не значит, что мы должны полностью сбрасывать его со счетов. Поэтому такие хадисы и называются слабыми, а не вымышленными. Последнее мы полностью игнорируем. Что же касается слабых, то они тоже отличаются по степеням. Есть слегка слабые, а есть сильно слабые. Да, иногда можно приводить слегка слабые хадисы, но мы не должны строить на них наши вероубеждения. Итак, в одном из таких слабых хадисов из сборника от Тирмизи говорится, что когда Хафиз Ураана придет в сутный день, на головах его родителей будут короны из света. В другом предании, которое является еще более слабым, сказано, что Хафиз сможет заступиться за десятерых человек. В Суннане Ибн Маджа приводится еще один слегка слабый хадис, где говорится, что в сутный день заступаться будут три категории людей – пророки, ученые и мученики, павшие за веру. Мы видим, что ученые тоже были упомянуты в этой категории. Разумеется, настоящие ученые входят в категорию праведных людей. Итак, здесь прямо говорится про пророков, мучеников и ученых. Подводя итог всего этого, можно сказать следующее. Каждый верующий потенциально сможет заступаться в сутный день, если Аллах предоставит ему такой шанс. Все очень просто. Абсолютно каждый праведный верующий. И чем праведнее он является, тем больше он сможет заступаться. Также есть несколько преданий, где говорится, что для верующих заступничество начинается уже в этом мире. Например, в сахихе Муслима от пророка, салаллаху алейхи ва саляма, приводятся такие слова. Всевышний Аллах примет заступничество любого, кто умрет, и за него помолятся, и заступятся сто человек. Получается, на погребальной молитве нужно собирать большое количество молящихся. Поэтому сунной является приходить на погребальную молитву. Когда кто-то из верующих умирает, постарайтесь участвовать в его погребении, чтобы, когда настанет наша очередь, за нас тоже помолилась большая группа верующих. Итак, в этом хадисе говорится про сотню верующих. А в хадисе сборника от Тирмизи упоминаются 40 человек. И первый из них более достоверный. Но суть в том, что если большое количество верующих соберутся на погребальную молитву и заступятся за кого-то, есть надежда, что Аллах примет их заступничество. В сборнике от Тирмизи приводится еще один хадис, в котором пророк, салаллаху алейхи ва саляма, сказал, «В моей умме будет группа, которой Всевышний Аллах дарует право заступаться за толпы людей, а другие будут заступаться за целые племена». В хадисе использованы разные слова, толпы и племена. «И также будут те, которые заступятся только за одного человека». Из этого хадиса явно видно, что в плане заступничества люди будут сильно отличаться друг от друга. Некоторые смогут заступаться за целое племя. Допустим, одно племя – это несколько тысяч человек, а другие заступятся за большую группу, в 100-150 человек. Кто-то заступится за 10-15 человек, а кто-то заступится только за одного или двух человек. В хадисе прямо говорится, что будут разные категории людей. В другом хадисе из сборника от Тирмизи говорится, что пророк, салаллаху алейхи ва саляма, сказал, «В моей умме будет один человек, который заступится за такое количество людей, которое будет превосходить все племя Бану-Тамим». Его спросили, «О посланник Аллах, а неужели это будешь не ты?» И он ответил, «Да, это будет кто-то помимо меня». Длине арабов. Как вам объяснить, что собой представляет племя Бану-Тамим и насколько оно большое? Это крупнейшее арабское племя во время пророка и по сегодняшний день. Это огромное племя, представителей которого по-прежнему можно найти в Ираке, Саудии и по всему арабскому миру. Сегодня многие наши арабские братья потеряли свои племенные корни. Многие не знают, к какому племени они относятся. Племенная система исчезла во многих странах. Тем не менее, племя Бану-Тамим по-прежнему очень сильно, и оно по-прежнему является крупнейшим племенем. И если еще в те времена пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, что один человек заступится за стольких людей, то представьте, как увеличилось это племя за 14 веков. То есть будет человек, которому Всевышний Аллах позволит заступаться за сотни тысяч, а может и миллионы человек. Возникает вопрос. Порой люди по-доброму шутят между собой. Например, человек может сказать своему другу, «Если я не попаду в рай, ты ведь заступишься за меня». Так они просто шутят между собой. Мол, если я не пройду через мост Ас-Серат, то подожди меня у ворот рая, смотри, не заходи без меня. Можно ли шутить подобным образом? Разрешено ли в принципе так говорить? Мы ответим так. Конечно, разумный человек понимает, что это просто шутка. И ни у кого нет гарантии, что он сможет заступаться, и тем более, что его заступничество будет принято. Надеюсь, никто из мусульман не убежден, что у другого человека есть право взять его за руку и повезти в рай. Мы можем лишь надеяться и просить, чтобы кто-то заступился за нас. Но дозволена ли такая просьба? Аллах знает лучше, но я думаю, что это дозволено, поскольку я нашел множество доводов, подкрепляющих это мнение. В том числе одно предание, где косвенно указывается на подобную просьбу. Оно приводится в Тафсире Аль-Багави. Джабир ибн Абдиллях говорит, Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «В раю будет человек, который вспомнит своего друга и спросит, где мой такой-то и такой-то друг? А его друг окажется в аду». И тогда Всевышний Аллах позволит ему вызволить своего друга из ада, и тот попадет в рай. Единственные люди, которые останутся, это те, чьи слова приводятся в Коране. «ФамА лана мин шафи'ин вала садикин хамим». Это очень важные аяты, которые являются толкованием вышеупомянутого предания, согласно Тафсиру Аль-Багави. Смысл аята такой. И нет у нас сегодня заступников и сострадательного друга. Это аят из суры Аш-Шу'ара. В Тафсире этого аята было сказано, если у кого-то будет праведный друг, который попадет в рай, он сможет заступиться за своего друга при условии, что тот будет верующим. Это самое главное, поскольку очевидно, что если у человека не будет имана, то ему уже ничего не поможет. Есть еще один, даже более явный пример. Это предание содержится в сахих муслима. Это очень интересное предание. И это довод, который я привожу о том, что все-таки дозволено в некой полушутливой форме, в дружеской обстановке, сказать, «Заступись за меня», при условии, что мы признаем, что все зависит только от Аллаха Субханаху ва Тааля. Так вот, есть одно интересное предание в сахих муслима от человека по имени Ас-Сунабихи. У него довольно интересная история. В один из дней, желая встретиться с пророком, саллаллаху алейхи ва салям, он вместе с группой людей вышел из своей страны, если не ошибаюсь, это был Ирак, и направился в Медину. Но по предопределению Всевышнего Аллаха, Ас-Сунабихи прибыл в Медину уже тогда, когда пророка, саллаллаху алейхи ва саляма, похоронили. Он добрался до Медины спустя пару дней после смерти посланника Аллаха, алейхи саллату ва салям. И так и не встретился с ним. Опоздал буквально на пару дней. Ас-Сунабихи покинул свой дом, ожидая, что станет сподвижником, когда встретят пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Но он не успел. И мы точно знаем, что помимо Ас-Сунабихи были еще несколько человек, как минимум 10, которых мы знаем по именам и которые также опоздали. Среди них один человек, который прибыл в Медину и оказался прямо на похоронах посланника Аллаха, алейхи саллату ва салям. Он не увидел его живым. Поэтому среди ученых даже были споры, является ли он сподвижником или нет. Он увидел тело пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Но живым он его не застал. Так вот, Ас-Сунабихи прибыл в Медину спустя пару дней после кончины посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям. Пророка алейхи саллату ва салям только что похоронили. Ас-Сунабихи узнал об этом только после своего прибытия в Медину. Он так и не стал сподвижником. Но зато стал одним из самых первых и выдающихся табиинов. Он передавал хадисы от Абу Бакра ас-Сыддика, молился за ним. Вот какой высокой степени он удостоился. Всю оставшуюся жизнь Ас-Сунабихи провел в изучении религии и находясь в обществе сподвижников. Умер он в Дамаске во времена Умара б. Хаттаба либо в начале правления Усмана. Итак, Ас-Сунабихи говорит, «Однажды я навестил Убаду ибну Самита, одного из выдающихся сподвижников, а он был уже при смерти. Увидев его, я заплакал, ведь это был его учитель, его шейх и наставник. И Убада сказал мне, «Погоди, успокойся, почему ты плачешь? Клянусь Аллахом, если потребуют от меня свидетельства, я обязательно буду свидетельствовать за тебя». И далее идет самый главный момент. «Если будет принято мое заступничество, я обязательно заступлюсь за тебя». Это очень прямые и ясные слова. Кто их сказал? Убада ибн Самит, сподвижник пророка, салюллаху алейхи ва салям. Он сказал, «Если Аллах позволит мне заступаться, то я обязательно заступлюсь за тебя. И если я смогу, я помогу тебе и сделаю все, что принесет тебе пользу». Имеется в виду в вечной жизни, поскольку Убада ибн Самит был при смерти. Уже покидая эту жизнь, он говорит своему самому близкому ученику, «Если я смогу, то непременно помогу тебе». Поэтому нет проблем, если один праведный верующий скажет другому, чтобы он заступился за него в судный день, разумеется, понимая, что это произойдет только по воле Аллаха. А эти слова всего лишь проявление прекрасного братства, когда один праведный и благочестивый верующий говорит своему другу, такому же верующему, «Если Аллах позволит, я непременно помогу тебе и заступлюсь за тебя». И именно это имел в виду Убада ибн Самит, когда сказал, «Если я смогу, то непременно принесу тебе пользу», имея в виду вечную жизнь. Я хочу закончить этот замечательный хадис. Убада ибн Самит говорит ас-сунабихи, «Клянусь Аллахом, я передал вам все, что слышал от посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, и в чем для вас заключалось благо, за исключением одного. Эти его слова я расскажу вам сегодня, ибо чувствую приближение смерти». Я слышал, как посланник Аллаха саляллаху алейхи ва саляма сказал, «Аллах сделает запретным для огня любого человека, который засвидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха». Небольшое отступление. Почему Убада ибн Самит и многие другие сподвижники колебались и боялись, когда рассказывали этот хадис? Это сейчас он хорошо известен всем нам. Он содержится во многих известных сборниках, и его передают более десяти сподвижников. Но каждый из них боялся рассказывать этот хадис. Есть очень много преданий, указывающих на это. Почему же так? Они боялись, что люди, услышавшие этот хадис, неправильно его поймут и станут неправильно его применять. Они боялись, что люди ухватятся за этот хадис и будут говорить. Зачем нам совершать обязательное и воздерживаться от запретного? Зачем хорошо относиться к людям? Достаточно лишь сказать «Ля Иляхи Илля Аллахи» и мы войдем в рай. Но, разумеется, не в этом заключается смысл хадиса. И он никак не может означать это, поскольку есть другие хадисы, ясно подтверждающие это. Поэтому Убада ибн Самит сказал это в конце своей жизни. Итак, четвертой категорией заступающихся являются праведники. Пятая категория людей, у которых будет право заступаться в судный день, в эту категорию входят дети, которые умерли, а их родители при этом проявили терпение. Умершие дети, чьи родители проявили терпение, получат право на заступничество в день суда. И, разумеется, заступаться они будут за своих родителей. Есть множество хадисов, указывающих на это. Например, известный хадис в Сахихе Муслима, в котором пророк, саляллаху алейхи ва салям, обращался с проповедью к мусульманкам. Кстати, пророк, саляллаху алейхи ва салям, регулярно обращался с проповедями к женщинам. В Сахихе Муслима приводится хадис о том, как одна мусульманка пожаловалась пророку, «О посланник Аллаха, мужчины все время задают тебе вопросы. У нас же нет возможности задать свои вопросы». И тогда пророк, саляллаху алейхи ва салям, стал каждую неделю давать проповеди женщинам. Это стало регулярной практикой пророка, саляллаху алейхи ва салям. И в одной из таких проповедей он сказал, «Любая из вас, у которой умрут трое детей и которая станет проявлять терпение в надежде на награду Аллаха, непременно войдет в рай». Это сегодня нам кажется. Трое детей умрут. Как такое пережить? Но имейте в виду, что в те времена уровень смертности среди детей был несравнимо выше, чем сегодня. И хвала Аллаху, субхану ау-та'аля, что те времена давно ушли. Я немного изучил этот вопрос и узнал, что в средневековой Европе проводили исследования с 15 по 17 века об уровне смертности среди детей. Исследователи пришли к выводу, что каждый четвертый ребенок умирал до двух лет. И около 40% детей умирали, не дожив до 15 лет. Только задумайтесь об этом. Это средневековая Европа 400-500 лет назад. Что тогда говорить про Аравию 1400 лет назад, где эти показатели были еще выше? Если кто-то из вас застиг ваших дедушек и прадедушек и слышал их истории, вы тоже можете это подтвердить. Мои бабушки и дедушки тоже рассказывали, что раньше дети умирали намного чаще. То есть еще не так давно, особенно в многодетных семьях, детская смертность была очень распространена. Поэтому, если в те времена у кого-то умирали трое детей, это не считалось таким уж редким явлением. Тем более, что в типичной семье того времени дети рождались каждые 2-3 года. Еще в средневековой Европе уровень смертности был 40%. Что тогда говорить про времена пророка Аляхи Салату Ассалам? И вот одна женщина встала и говорит, «А если умрут двое?» Посланник Аллаха ответил, «Даже если двое». Аллах знает лучше, но мы можем сделать вывод из этого хадиса и распространить его на одного ребенка в наше время, поскольку в наше время это огромный удар для родителей. И хвала Аллаху, сегодня уровень детской смертности менее 1%. Это одно из самых главных достижений современной науки и медицины. Снижение уровня детской смертности. То, что она в десятки раз уменьшилась, является одним из главных достижений современной науки. Это касается всего мира, но особенно это видно на Западе. Поэтому сегодня, когда в семье умирает один ребенок, это очень и очень тяжелая утрата. Хотя еще 200-300 лет назад это было вполне типичным явлением. И, конечно, это приносит огромнейшую боль и скорбь, понять которую может лишь тот, кто испытал это. Да сохранит Аллах наших детей, а тем, кто потерял детей, мы просим Аллаха даровать терпение. Мы же можем только представить, какая это сильная боль. Пожалуй, не существует более сильного горя, чем потеря ребенка. Да убережет нас всех Аллах. Поэтому, иншаллах, мы можем распространить этот хадис и на одного ребенка. Более того, у нас есть довод даже на одного ребенка. В Сахихе Муслима приводится хадис, где говорится, что как-то один человек пришел к Абу-Гурере и сказал, «Некоторые из моих детей умерли». В одной версии он сказал про одного ребенка, а в другой версии про двух детей, которые умерли. И далее в хадисе говорится, «И я прошу тебя сказать мне такие слова, которые успокоят меня». Такова человеческая природа. Когда нас постигает какая-то трагедия, мы хотим, чтобы нас поддержали и утешили. Так вот, этот человек пришел к Абу-Гурере и говорит ему, «Не расскажешь ли ты мне о том, что успокоит мое сердце?» Абу-Гурере, да будет доволен им Аллах, сказал, «Пророк, саллаллаху алейхи ва саляма, говорил, «Ваши дети — это райские бабочки, и твой ребенок будет держаться за твою одежду». И в этот момент Абу-Гурере ухватился за одежду того человека, так же, как я сейчас ухватился за твою одежду. И он скажет, «Я не отпущу, пока не зайду в рай вместе с тобой». Это слова Абу-Гурере, но он не мог сказать их от себя. Очевидно, что он узнал это сообщение от пророка, алейхи салаллаху алейхи салаллаху алейхи салам. В преданиях так же говорится, что этот хадис восходит к пророку, алейхи салаллаху алейхи салаллаху алейхи салам. Есть еще один прекрасный хадис в Муснаде имама Ахмада, в котором говорится, Имам Ахмад, в судный день детям будет сказано «Войдите в рай». И тогда дети скажут «О Господь наш, позволь нам дождаться прихода наших отцов и матерей». И Всевышний Аллах скажет «Почему же я вижу их припирающимися? Входите в рай». Но они скажут «О Господь наш, а как же наши отцы и наши матери?» И скажет тогда «Милость Виши Аллах, войдите в рай вы и ваши родители». То есть, когда детям будет сказано «Войдите в рай», они не станут входить в него, пока их матери и отцы не войдут вместе с ними. И тогда им будет сказано «Почему эти дети мухбанты'ун?». Мне интересно, знает ли кто-нибудь из арабов, что означает это слово? Корень этого слова «Ихбантаа». Кто-нибудь из арабов слышал это слово раньше? Честно вам скажу, мне самому пришлось заглянуть в словарь. Когда я впервые увидел это слово, я такой «Что? Что это за слово такое?» «Мухбанты'ун». Мне пришлось поискать его в словаре. Оно происходит от глагола «Ихбантаа». Это очень редкий глагол, и он означает «сильно гневаться», «гневно и пристально смотреть». Честно говоря, я засмеялся, когда увидел это, поскольку у меня самого четверо детей. И я прекрасно знаю, что когда двухлетние или трехлетние дети злятся, что они делают? Да, именно так они и делают. Они становятся мухбанты'ун. Дуются, пыхтят, надувают щечки, делают очень серьезные глазки, сжимают кулачки и так далее. То есть это описание детей, когда они устраивают сцену. Это буквальное значение слова «Мухбанты'ун», когда дети злятся. Они будут настолько сильно гневаться, что их глаза будут красными. И тогда Всевышний Аллах обратится к этим детям. Это хадис из Муснада имама Ахмада. «Почему я вижу их припирающимися?» Или «Мухбанты'ун». Другими словами, чего вы так дуетесь? И дети скажут «О Господь наш, а как же наши матери и отцы?» То есть мы хотим, чтобы они были вместе с нами, и не хотим быть одни в раю. И тогда Всевышний Аллах скажет «Войдите в рай вы и ваши родители». Субханаллах, о милостивейшие из милостивых! Да сохранит Аллах от подобного испытания. Но для тех, кто испытал такое горе, как потеря детей, пусть этот хадис станет утешением. Восхваляйте Аллах за то, что Он даровал нам такую прекрасную благую весть, чтобы утешить наши сердца. Дети будут отказываться входить в рай, хотя рай будет прямо перед ними. Они скажут «Нет, пока наши матери и отцы не войдут вместе с нами, мы не войдем туда». И Всевышний Аллах, проявив снисхождение и сострадание к их чувствам, позволит этим детям воссоединиться со своими родителями. И это является великой милостью и благой вестью для тех, кто проявляет терпение, потеряв своих детей. Возникает вопрос, применяется ли этот хадис только к тем детям, которые умерли до совершеннолетия? Или же он применяется ко всем детям? Например, ко взрослым детям, которые умерли, а их родители еще были живы? Ученые обсуждали этот вопрос, однако посланник Аллаха, саляллаху алейхи ва салям, обращаясь с наставлениями к женщинам, прямо сказал, что любая из них, у которой умрут трое детей, не достигших совершеннолетия, и которая станет проявлять терпение в надежде на награду Аллаха, непременно войдет в рай. Почему он так сказал? На это есть множество причин. И вот самое очевидное из них. Всевышний Аллах сделал так, что больше всего мы любим наших детей именно тогда, когда они еще маленькие. Подростки, услышав эти слова, наверное, расстроятся. Но что поделать? Так предопределил Аллах. Поскольку, чтобы справиться с двухлетним ребенком, требуется бесконечное терпение. С двадцатилетним сыном или дочерью уже не требуется столько терпения. Поэтому Аллах, Велик Он и Возвышен, внушает родителям необъятную любовь и нежность к своим детям, о которой знают только сами родители. И вот представьте себе, испытывать такую любовь к своему двух-трехлетнему ребенку и затем увидеть, как этот ребенок умирает. Это просто неописуемая боль. Несомненно, это тяжко и дико больно, когда теряешь ребенка, какого бы возраста он ни был. Однако потеря маленького ребенка – это боль совершенно иного уровня. И мы знаем, что Ибрахим, сын пророка, алейхи салату ассалям, также умер в раннем возрасте. Это совершенно другой уровень боли, когда умирает чей-то двух- или трехлетний ребенок. Во-вторых, если умирал взрослый ребенок, его родители главным образом теряли помощника в семье. В те времена, в 14-15 лет, ребенок уже давно зарабатывал деньги, помогал семье, активно занимался хозяйством и так далее. А в таком невинном возрасте родители, наоборот, сами все отдают своему ребенку. Когда же ребенок вырастает, он уже сам начинает отдавать любовь и заботу своим родителям. Если это благой ребенок, конечно. Но все равно возникает вопрос, относятся ли данные хадис ко всем детям. Упоминаются оба мнения на этот счет. Аллах знает лучше, но мне кажется, что мы не должны быть слишком научными и строгими, когда речь идет о чувствах. Мы полагаемся на Аллаха и ожидаем наилучшего от нашего Господа. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, упомянул про маленьких детей, поскольку это самый нежный и чувствительный возраст. Но это не обязательно должно означать, что родители более взрослых детей не получат такую же награду. Мы надеемся на самое лучшее. И все, что увеличивает наш оптимизм и надежду на милость и снисхождение от Аллаха, пусть станет благой вестью для нас. Поэтому давайте ожидать наилучшего. Ведь наш Господь милый, стивиший, любящий и добрый к своим родителям. Итак, шестая и последняя категория на сегодня. Первые пять категорий заступающихся были живыми творениями, людьми и ангелами. А в шестую категорию входят вещи, выходящие за пределы живых творений, которые тоже смогут заступаться за нас. И тому есть множество доводов, множество вещей, которым Всевышний Аллах даст возможность заступаться за нас. И в первую очередь это, конечно же, благородный Коран. Наш Пророк, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал «Читайте Коран, ибо поистине он придет в судный день в качестве заступника за своих приверженцев». Кто такие приверженцы Корана? Это люди, которые изучают Коран, веруют в него, поступают согласно ему и читают его так, как он этого заслуживает. Наш Пророк, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал «Коран — это такой заступник, чье заступничество принято. Он припирающийся, то есть он будет заступаться и защищать своего приверженца, которому будет оказано доверие. И того, кто последует за ним, он приведет в рай, а того, кто отвернется от него, он погонит в ад». Все это приводится о Коране. Таким образом, Коран, несомненно, будет нашим заступником в судный день. В Сахихе аль-Бухари приводится еще один хадис, в котором Пророк, алейхи саллату ассалям, говорит, что в судный день носителю Корана будет сказано «Поднимайся по ступеням рая и читай Коран, как ты читал его при жизни». И твое место в раю будет там, где ты остановишься читать. То есть за каждый аят, который вы прочтете, ваша степень в раю будет увеличиваться. И чем больше вы прочтете, тем выше будет ваша степень. Таким образом, все это указывает на то, что Коран станет нашим заступником в судный день. Также в известном хадисе из Муснада имама Ахмада Пророк, алейхи саллату ассалям, сказал, «Пост и Коран заступятся за раба Аллаха в судный день. Пост скажет, Господь мой, я лишил его пищи и питья в светлую часть дня, так позволь же мне заступиться за него». А Коран скажет, Господь мой, я лишил его сна ночью, так позволь же мне заступиться за него. Оба, и Коран, и пост заступятся за человека. Их заступничество будет принято, если Аллах пожелает. И опять же, из этого хадиса мы можем сделать вывод, что, иншаллах, все благие деяния потенциально могут заступиться за нас. Также есть предания, относительно достоверности которых есть некоторые разногласия. Однако их смысл и идея имеют место быть. Все, кто услышит слова Муэдзина, будут заступаться за него. Или, например, все, кто услышит вашу тельбию, будут заступаться за вас и говорить, «О Аллах, я слышал, как Он говорил, ляббайк, аллахума ляббайк». Итак, в шестую категорию заступников входят некоторые вещи вокруг нас. И в первую очередь, сам благородный Коран. Таким образом, это были категории заступников, которые я нашел, насколько мне хватило знаний. Если вы знаете еще какие-то другие достоверные категории, подойдите ко мне, я добавлю их в наш цикл. Но это то, что мне удалось найти на данный момент. И на этом мы завершим наш урок. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.